Вернее, гвоздь программы был, естественно, Родченков, который рассказывал, как я ржал, честно тебе скажу, как тестоцерон гуляет по организму. Я тоже готов тебе рассказать одну историю, не знаю, понравится ему, она и не понравится. Ну, начнем с того, что он никогда не учился в группе Алексея Сидоровича Медельникова. Он единственный, который четко расписывал, как работает мышца, как идет энергообеспечение мышцы, как идет иннервация мышцы. В зависимости от движения. То есть, вот он брал, допустим, движение тяжелоатлета, движение прыгуна, движение метателя. То есть, вот чисто скорость силы игры. И там есть разница, оказывается, очень существенная в том, как активный миозин между собой взаимодействует. Вот этих товарищей, твоих, вот этих ребят, они исходят из того, что мышцу надо развивать. А надо, у нас тяжелоатлетика, она чем интересна? У нас сопряженное воздействие. Мы одновременно, выполняя одни и те же или там какие-то упражнения, совершенствуем движение и развиваем физические качества. А можно вернуться к тому видео, где мы рассматривали тренировочные планы и мнения? Зачем? Можно подытожить просто. Я просто хочу, ведь многие же, многие посмотрев это видео, они воспринимают это как, ну, те, кто далекий, там, кто не обучался, кто, может быть, еще и даже не стал мастером спорта. Вот такие вот разрядники, они воспринимают это как вот какое-то руководство действию, как какую-то вот, ну, какую-то вот информацию, по которой надо тренироваться. Вот можно, как бы, подытожить, вот с вашей точки зрения, ведь, ну, что можно сказать? Не нужно это принимать, а оставить, вот, есть тренировочные планы, и по ним надо тренироваться, потому что они систематизированные, они давно уже проверенные. Нет, я тебе такое, знаешь, лирическое отступление сделаю, вот когда я, это было в тот момент, когда я с Аркадием Никитичем Воробьевым общался, но это было в Подольске, по-моему, 2006 или 2007 год, тогда был жив Царство Небесное Николай Николаевич Пархоменко, был президент Федерации России, если ты помнишь, да, ну, у них там были какие-то определенные проблемы, и он сделал такой семинар. Ну, и в том числе пригласили и меня выступить с докладом. Звезд, вернее, гвоздь программы был, естественно, Родченков, который рассказывал, как, я ржал, честно тебе скажу, как тестостерон гуляет по организму, на протяжении, по-моему, трех часов. Народ уже так начал, типа, а вот вы расскажите, а как, там, какие нам препараты принимать, какие, там, схемку распишите. А он говорил, я рекламой не занимаюсь, и дальше продолжал, там, про тестостерон рассказывать. Три часа, дурил людям мозги. И на следующий день, ну, естественно, там много времени занял, люди слушали, хотели получить какую-то информацию, ну, это вот. Первый раз я тогда и Родченкова, кстати говоря, увидел, я до этого не знал, он не видел. И на следующий день там был мой доклад, и мне тогда Юрий Анатольевич Сандал подходит, ну, сколько тебе надо времени? Я говорю, хотите, я вообще выступать не буду, если так вопрос ставится, говорю, мне, я говорю, все равно, я, да не, не, ну, как, ну, ты же приехал, типа, как бы, я, ну, пять минут, пять секунд. И там, он говорит, да ладно, ну, что ты, ну, Юрий Анатольевич, ну, сколько мне надо, ну, дайте там пять минут. Это была работа моего ученика, на его материале я делал доклад по анализу подготовки сборной команды юниоров. Я два графика показал, всего. Ну, есть восемь недель по нагрузке, да, вот, семь недель вот такая прямая линия, а потом в половину меньше. То есть никто не учитывал ни нагрузку, не считал вот так, как они тренировались, это юниорская сборная была, или молодежная, я сейчас не помню. А потом просто на последней неделе перед целью они бросали тренироваться, ну, типа, как подводка у них, это первый момент. Второй момент, на что я обратил внимание, второй момент, то, что у них есть такой показатель соотношения нагрузки классических упражнений и тяги-приседаний. Ну, вот, в нормальном варианте оно, оно, это соотношение должно плавать, вот. Но оно никак не может быть, как у них перед соревнованиями за восемь недель, да, 70% тяги-приседаний, а 30% рывково-толчковая нагрузка. То есть это, ну, понятно, что они тренируются как трейборцы. Вот. Ну, естественно, отсюда у них и прыжки-то мы делали по оболаку, они там прыгали, ну, максимум там 45-50 сантиметров, хотя такого уровня спортсмены должны прыгать как минимум 75-80 сантиметров, ну, в зависимости от роста и там весовой категории. И я говорю тренеру, вы понимаете, говорю, что основная работа тренера не в зале, а когда вы сидите дома, берете лист или берете ноутбук, и вот все, что вы знаете, да, о своем спортсмене и своего спортсмена, вы пишете ему план или программу тренировки. А в зал вы приходите, это как контроль, вы просто контролируете то, чего вы напридумывали, и как он у вас это все делает. Ну, естественно, контролируете эту технику и контролируете его, там, вот-вот надо мной смеялись. Во время доклада? Да, ну, ты что там нам рассказываешь, сказки, это самое, я говорю, ребят, ну, если вы так воспринимаете, то я-то тут при чем. Ну, это же действительно так. Ты, тренер, да, ты садишься и пишешь своему спортсмену программу. Не на тренировки же ты ее пишешь. На тренировки ты приходишь, у него есть планы. Потом ты эту программу, как он реализовал, ты ее соберешь и считаешься. Строишь для себя, для себя строишь графики, для себя анализируешь эту нагрузку. Для себя, а не для спортсмена. Чтобы потом, это элементарно профессиональная работа тренера. То есть это его профессиональные компетенции, как сейчас модно говорить, хотя я не люблю это слово. И вот к чему приходит с тобой. Что, а где они, эти компетенции-то? И поэтому, когда ты мне говоришь, что вот, там, эти упражнения, все упражнения, которые придуманы, я же у тебя уже сказал, они выстрелены потом и кровью. Другое дело, когда у тебя спортсмен, там, допустим, ну, вот, простой пример для своей собственной жизни, да, я, там, со стойки толкал 200 килограмм, да, а классика толкал 185. Понятное дело, что для меня был толчок от груди, как бы, я его поймал сразу в движении, и все, у меня проблема была другая, на грудь взяли. Вот. И потом, когда я уже там толкал 200, я уже 200 шурнговал, и больше я уже не ходил. То есть у меня проблем не было с груди. И поэтому, естественно, я уделял больше внимания, там, подъема на грудь. Ну, как бы, вот, пример такой, может быть, он не совсем показательный, ну, что тут. То же самое и для тренера, для любого тренера. Если ты понимаешь, знаешь своего спортсмена, то, может быть, ему этот швунг в рухом хвате не надо делать. А, может быть, наоборот, он без этого не может. Ему надо обязательно делать этот швунг. И не только швунг, а еще швунг, и приседания в рухом хватит. Но это приседания, они все равно относятся к рывковому упражнению, как ни к руке. Ты же совершенствуешь-то. Понимаешь, почему? Вот у них, вот этих товарищей, твоих вот этих ребят, они исходят из того, что мышцу надо развивать. А надо, у нас тяжелоатлетика, она чем интересна? Что у нас сопряженное воздействие. Мы одновременно, выполняя одни и те же, или там какие-то упражнения, совершенствуем движение и развиваем физические качества. Чем, кстати говоря, интересна тяжелоатлетика для других видов спорта. Понимаешь? Кстати, вот из истории, если копнуть, в 50-е годы, там, все приходили в зал, там, смотрели, там, боксеры, борцы, ну, вместе же там тренировались, ну, в основном. Вот смотрят, там, что делали штангисты в 50-е годы. Жаль, Саша. Был жим, и все жали, там, чуть ли не до истерики. И они начали тоже все жать. Потом выходит, там, боксер, ну, все забито, не расслаблялись, ничего не держат. Ну, вот. Там ему какой-то такой, раз, в нос, и все. А тот руку не может. И они все отказались от этого всего. А единственный умный человек был, Юрий Витальевич Верхошанский, который в эти 53-е годы, в мои, тренировал легкоатлеты. И у него не было ни манежа, ничего не было. Зимой что делать? Как их грузить? У него был там какой-то под лестницей, то ли полуподвал, то ли еще что-то. И были штанги. И он начал с ними выполнять упражнения и приседания, там, и наклоны. Ну, легкое, там, не надо было, там, жимовые особо, там, понятно, что у них, вот, темповые упражнения, там, те же рывки и прочее, прочее. Отсюда и выросла его вот эта вот концепция скорости силовой подготовки в виде спорта. Понимаешь? Это вот, как бы, практический опыт. И потом это все закончилось и докторской, и кандидатской, и докторской, и книжкой вот этой вот скорость силовой подготовки спортсмена. Поэтому вот упражнения, они все ценные. Все, все без исключения. Но, опять же, Тигры, тут надо понимать для чего и когда это делать. Ну, вот, допустим, то, что касается там системы подготовки, я уже говорил, да, вот этих 70% тяг, 30% классики, да. А у них должно было все наоборот. Все наоборот. То есть, есть базовый этап, когда ты развиваешь силу, силовые какие-то качества. Потом у тебя идет развитие скорости силовых качеств, зерны. Потом ты практически, вот как болгара, да, то есть, непосредственно к соревнованиям, там, 8 недель, это чисто рывок, толчок. Чуть-чуть ты в тонусе поддерживаешь, там, мышцы, приседаниями, какими-то еще другими вещами. То есть, практически у тебя 70-80% это классика. и на такой достаточно высокой интенсивности. Это, ну, это, тут классическая схема, ничего придумывать нельзя. И ничего особо, опять же, если ты не анализируешь свою подготовку, то и ничего не придумаешь. Ну, у них такая, знаете, как это называется-то, концепция, или что это? Ну, в общем, смысл какой? Это мы развиваем мышцы за счет работы на гликогилитические мышечные волокна. У нас растут миофибрилы в мышцах, то есть, увеличивается количество волокон. А высокоинтенсивными упражнениями, ну, не упражнениями, нагрузками, 90% и выше, вот как раз, как тренировались болгары, мы рекрутируем, то есть, заставляем мышцы работать, ну, выдавать максимум своих возможностей. То есть, вот это вот они старались донести, что не надо поднимать на тренировках 70-80%, допустим, на два подъема, а что нужно как раз вот делать там приседания, по одному, по два подъема, рекрутируем мышечные волокна, классические подъемы, по одному подъему, но много подходов, там и 7, и 8, и 10 подходов. То есть, заставляем, сдвигаем вот этот порог возможностей человека, да, чтобы мышцы работали, ну, коэффициент полезного действия рос. Я хочу тебе сказать, ты знаешь, сколько это концепции лет? Нет. Лет 60. Ну, это как вот... Лет 60, Саша. Лет 60. Лет 60 назад люди узнали, для того, чтобы увеличить мышечную массу, надо увеличить количество миофибрил. А чтобы вырос силовой показатель? А вот оно и растет. Увеличится количество миофибрил, увеличится количество других органелл, клетки там мышечной, понимаешь? Увеличивается, но самое главное это сила мышц зависит не только от мышечного компонента, это нервно-мышечный компонент, понимаешь? От частоты импульсации, от тех значений импульсации. Вот ты представь, да, вот сколько длится в тяжелоатлетике движение. Вот они рассматривают одну мышцу, там, допустим, да? Ну, там, четырех угловых. В тяжелоатлетике задействованы там все группы мышц. Ты понимаешь, какая синхронизация у тебя должна быть в голове, чтобы мощно у тебя... Мало того, что они должны мощно сработать, они должны еще последовательно, там, четырехглавая задняя поверхность бедра, там, в разные фазы движения, там, длиннейшие мышцы спины, большие ягодичные мышцы, выйти, там, экран ножной мышцы. Представляешь, какая у тебя должна быть симфония в голове? А причем, когда ты выходишь на высокий уровень, да, у тебя это немножко, ну, сколько выходило, на подкорку опускается, ты не задумываешься над этим. Ну, как формируется навык обыкновенный, да? Поэтому тут... Вот проблема-то в чем? Нервно-мышечный фактор еще надо учитывать, не только мышечный. Но я, кстати, ждал твоего этого вопроса, вот, и по поводу этого товарища Грачева, я тоже готов тебе рассказать одну историю, не знаю, понравится ему она, или не понравится. Ну, начнем с того, что он никогда не учился в группе Алексея Сидоровича Медведева. Потому что таких групп не было бы никогда в жизни, и я не учился в группе Алексея Сидоровича Медведева. У него куратор был, Царство Небесное, Владимир Борисович Канерский. Ну, куратор, ведущий преподаватель. У меня был, я тебе говорю, принимал меня Фролов Валентин Иванович, выпускал Виктор Никитирович Денисович. Алексей Сидорович всегда читал свой блог. Это критерии и параметры тренировочной нагрузки, это документы учета планирования, это планирование, это программирование тренировочного процесса. И в зависимости от курса вот эти темы он читал. на всех курсах. То есть у него никогда не было группы вот так, как это у нас сейчас понимается, вот куратор, преподаватель. Поэтому он в группе никогда не учился в Валентин Ивановиче. И просто не существовало. Второй момент. Вот там в кабинете сидит Алексей Сидорович, что-то печатает. Они к нему пришли. Гачев из 3. Заканчивая 5-й курс. И я пришел. Я тогда был деканом. Я очень редко был на кафедре, я в основном там был. Сидорович сидит такой, насупился. Они стоят. Принесли ему две бумажки. Два из заявления. Я захожу, говорю, в чем дело? Что случилось, Алексей Сидорович? Он говорит, да вот, Виталик, что такое? Наши студенты, 5-й курс, хотят в магистратуру пойти в проблемную лабораторию к Виктору Николаевичу Слуянову. Я говорю, да в чем проблема-то, Алексей Сидорович? Ну как же, это же наши выпускники, почему они не к нам хотят магистратуру? Я говорю, ну давайте их спросим, в чем проблема-то, в чем причина. Он говорит, вот, у нас там с Арсаневым их вел, и с Слуянова познакомились. Вот у него концепция такая, что надо тренировать медленные мышечные волокна. Да, ты знаешь, есть там быстрые промежутки, медленные. Я молча. Вот мы, говорит, там услышали, нам это нравится, и вот мы хотим. Я беру к Сидоровичу книжку, по-моему, систему, если я не ошибаюсь, листаю там ее, и там написано, что надо тренировать не только быстрые, но еще и медленные, усидные. 86-й год книжка. А это был конец 90-х. Ну они учились там, конец 90-х, я не помню, когда там, 98-й, 99-й, может быть. Я говорю, читайте. Они читают. Я говорю, слух читайте. Они читают. Ну я фразу не помню точно, Саш, но смысл в том, что вот Сидорович написал это еще в 86-м году, что они только быстрые, и приводят там систему, как это делать. Я говорю, что медленно тренируются-то. Они в основном тренируются за счет большого количества повторений. То есть это в подготовительном, базовом этапе подготовки происходит. То есть все это нормально совершенно. Я говорю, все, Сидорович, зачем нам такие магистранты, которые не знают даже, что на кафедре сделано и написано. Сидорович молча им подпишет заявление, и ты не видишь отсюда. Вот и все. Так же. Понимаешь? Вот и все. Поэтому, ну, понравилось им. Все это замечательно. Я же тебе говорю, я был прекрасный. Я еще тебе могу сказать, вот одного еще великого я не вспомнил. Вернее, я помню, я хотел про него сказать, но вот. Был такой уникальный, выдающийся, я считаю, человек, физиолог, он работал на кафедре физиологии, Николай Александрович Масальгин. Здесь? Да, да, да. Здесь у нас. Ну, он начинал с темой фамилии. Да, он работал еще, ну, там, на этой самой, на Казакова, и потом уже здесь на кафедре. Вернее, на кафедре физиологии. Вот. Уникальный человек просто. Вот он единственный, мне надо найти где-то, я все собираюсь, я очень писал лекции очень хорошо про физиологию. Вот. Он единственный, который вот четко расписывал, как работает мышца, как идет энергообеспечение мышцы, как идет иннервация мышцы, в зависимости от движения. То есть, вот он брал, допустим, движение тяжелоатлета, движение прыгуна, движение метателя. То есть, вот, чисто скорость силы игры. И там есть разница, оказывается, очень существенная в том, как активный миозин между собой взаимодействует. Понимаешь? А это где-то можно почитать? Ну, только у меня, это самое, вот в моих лекциях, больше я нигде не видел. Странно, а почему в книжках это не видел? Не знаю, не знаю. В тоже учебнике тяжелоатлета не видел? Не могу, я пока не могу тебе сказать, потому что мне надо, я давно уже, не вести свои тетрадки, ну, представляешь, я закончил в 84-м году, вот сколько раз переезжал, мне надо их найти. Я все хранил, до сих пор храню. Вот. Он уникальнейший такой человек. И работал, ну, буквально перед тем, как ему уйти, он уже на кастре у нас работал, потому что там с физиологией были определенные проблемы, хотя эти люди, вот это вот потрясающий человек, который просто, он сам штандист, ну, такой невыдающийся уровень, ну. Ну, неважно, понимает толк. Да, то есть он, он очень, очень потрясающие лекции были, причем он лекции читал, как песню пел, заслушившись, без бумажек, без ничего, там всю доску изрисует, вот этими там, всякими этими вещами, то есть это, поэтому я тебе говорю, что вот то, что они сейчас делают, вот это все, это было известно еще лет 60 назад. Субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok,